Всем привет! Я вам сегодня, знаете, что расскажу? Я вам расскажу, что борщ на самом деле, это блюдо совершенно русское. И оно для средней полосы самое распространенное. Что касательно всяких южных регионов, там типа Сочи, где не растет ничего, там, конечно, хвастаться борщом, ну, смысла нет никакого. Так вот, а так как я человек из Сибири, выросший на борще, и я вам сегодня буду рассказывать, ни в коем случае не учить вас, вы все готовить борщ умеете лучше меня, я буду рассказывать, как я готовлю настоящий вкусный борщ. Значит, тут у меня картофан, морковка, свекла. Я всегда рекомендую использовать эти три овоща в одинаковом количестве. Ну, то есть, небольшая морковка, небольшая свекла и такая довольно чуть крупнее среднего картошина. Значит, здесь у меня молодая капуста, которую я нашинковал мелким кубиком. Как я уже говорил, не в одном, а в нескольких роликах, вот эту вот капусту, которая нашинкована соплями длинными такими, да, ее есть не очень удобно, она, когда зачерпываете ее на ложки, она свисать начинает, падает на вас, брызгает красный борщ, и вы такие прям, типа, ё-моё, кто так сделал? Так вот, вот это вот крошево, оно самое оптимальное для борща, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. Морковку я на терной крупной терке, свеклу тоже самое. Картофель мелким кубиком, ну, это для того, чтобы он быстро сварился. Почему на терке? Во-первых, вкус ярче выходит в сам суп. Во-вторых, Алиса, так вот, когда овощи порублены мелко, они максимально эффективно отдают свой вкус, куда? В суп, ну, в нашем случае, в борщ. Итак, у меня есть еще томат. Пока у нас на рынке еще продаются сезонные, выращенные в грунте томаты, используйте для заправки их. Но, когда наступит зима, конечно же, используйте томатную пасту. У меня на плите варится бульон, который я варю из голяшек, по самому простому принципу, бег, тихо, дуйся. Как сварить бульон, я вам сейчас рассказывать не буду, в описании будет ссылка, есть специальный ролик, этому посвящен. Я варю обычный белый бульон, то есть ничего не обжариваю, мясо в холодную воду, лук, морковку в холодную воду, лавровый лист, соль сразу же. Как я люблю и как многие профессора не разрешают этого делать. Ну, вы варите по-другому, я варю вот так. Теперь зажарка. То есть основа зажарки у нас что? Это морковь, лук и свекла. А, чуть не забыл. Смотрите, что у меня есть. У меня есть вот такой вот китель, который выглядит вот так. Черный из классного материала. Два ряда пукли. Называется это модель Адмирал. Это из моей коллекции, из моей личной коллекции, которую мне отшивают мои друзья. Если мой борщ набирает 10 тысяч лайков, то в следующем ролике я разыгрываю среди вас этот китель и кому-то он уедет. Причем смотрите, на воротничке сзади, видите, есть эмблемка, которая характеризует мою коллекцию кителей. Здесь написано VE. То есть не просто какой-то там китель где-то что-то купленный. Это реально из моей коллекции. То есть такую модель можно купить только с наименованием VE, Василий Емельяненко. Возвращаюсь к зажарке. Сковородочка должна быть самая любимая, потому что вы готовите самый вкусный борщ в мире. Все начинается с лука. И сразу же вместе с луком я отправляю сюда морковь. Кастрюля у меня трехлитровая, поэтому я еще раз напомню. Лука где-то 80 граммов, 100 граммов морковочки и 100 граммов свеклы. Обязательно, сейчас у всех вопрос такой сразу, как это он на сухую сковородку? Нет, я не на сухую. Просто у меня есть такая дурная привычка. Я сначала кладу то, что я обжариваю, а потом добавляю масло. Но в моем случае я рекомендую вам. Тут, конечно же, каждый готовит по-своему, но я вам рекомендую использовать топленое масло. Это реально вкуснее просто в 100 тысяч раз. В 100 тысяч раз. Прям столовую ложку топленого масла. Там в зависимости от того, как овощи будут забирать масло, можно будет в процессе еще добавить. Сразу же соль. И потом овощи должны просолиться. Мясо, которое варится в бульоне, должно просолиться. Тогда появится вкус. Можно даже сразу... Здесь у меня смесь перцев. Можно покрупнее. Чтобы уже при обжарке все вкусы раскрывались. Все должно раскрываться. Шкворчать и удивлять нас своими ароматами. Морковка имеет свой сладкий аромат. Когда вы ее трете, вы чувствуете вот этот вот морковный привкус. Когда вы выжимаете сок из моркови, вы тоже ощущаете у моркови свой такой сладкий вкусный аромат. Так вот, сладкая морковь и топленое масло тоже имеет яркий карамельный аромат. Когда все это вместе соединяется, масло подчеркивает морковь, она ярче раскрывается. И борщ будет на порядок вкуснее. Важно следить, чтобы морковь и лук не зарумянивались. Ну, это им не нужно. Им нужно быть спассированными, в принципе. Ну, то есть, здесь, конечно же, важна еще сковорода. Вы должны знать, на какой сковороде у вас ничего не пригорает. И использовать именно ее. Потому что это все-таки зажарка. А зажарка, несмотря на это слово, которое образуется от слова жарить, она должна быть такая не совсем жареная. Она должна быть немножко такая протушенная, я бы сказал. Значит, обязательно для борща нужен чеснок. Кто бы что ни говорил, сейчас там наверняка народ начнет подстебываться. Укажите, Василий, как без чеснока? Как он мог без чеснока приготовить только с чесноком? Да, я готовлю борщ только с чесноком. Не смейтесь, не смейтесь. Но что я делаю? Я добавляю в борщ чеснок три раза. Ну, конечно же, по небольшому количеству. То есть я беру зубчик, режу его мелко и добавляю один зубчик на стадии обжарки моркови и лука. Как только мы видим, что морковка и лук у нас слегка размякли, а они прям, смотрите, объем резко уменьшился, да? Вот теперь пора добавлять натертую свеклу. Значит, обязательно нужно все перемешивать. И очень важный элемент, нужно не дать свекле поджечься, да? То есть она не должна как бы сильно обжариться. Если она сильно обжарится, тогда мы потеряем цвет. Это один из моментов. Второй из моментов, это обязательное наличие уксуса. Хотя, лично я, например, ну, у меня в голове под вопросом наличие уксуса для того, чтобы свекла не потеряла цвет. Если у кого-то есть замечания по этому поводу, кто-то уже пробовал делать без уксуса, я пробовал делать без уксуса. Ну, цвет там не сильно отличается, скажем так, не ярко. Выраженное падение цвета. Если кто-то... У нас есть профессор по этому вопросу, вы, пожалуйста, напишите в комментах. Ну, типа, я там варил с уксусом, варил без. Делал эксперимент, получилось вот так. Буду очень признателен и благодарен. Свекла начинает отдавать свою краску. И почему я вначале обжарил морковь и лук? Это бы можно было сделать все вместе. Но нет, когда мы имеем большой объем овощей, овощи начинают сразу свой вкус обменивать. И мы получаем ни то, ни другое. А когда мы обжариваем лук с морковью, то получается, что мы акцентируем вкус лука и делаем морковь, из моркови выжимаем цвет. Ну, то есть, делаем масло вот такого, рыжего цвета. Что я делаю? У меня не было обычного, савдеповского, там, 7% какого-то уксуса. Я взял яблочный. Я вас уверяю, яблочный уксус ни капли не хуже. Я наливаю прям полную ложку с горкой. И еще половину. Этого будет достаточно для того, чтобы стабилизировать, как говорят профессионалы, цвет у свеклы. Значит, но нужно учесть один фактор. Нужно, чтобы уксус какое-то время на сковороде побыл. И выпарились, да, вот эти вот ярко-кислые пары. То есть, свекла не должна вонять уксусом. Хотя, вы знаете, вот даже вот этот вкус, который говорят, мой вкус детства, там, борща, да, Это, я считаю, что одним из элементов, это как раз делает вкус вот этого простого савдеповского уксуса. Лавровый лист напополам ломаю, нет, на три части. И кладу его сюда. Значит, бульончик, который у меня есть в сковородке, в кастрюльке. Я прям жир снимаю сверху и выливаю вот сюда. Два половника, а мясо продолжает вариться. Теперь нужно сделать огонек поменьше, а свеколочку нужно помешать. И на маленьком-маленьком огне она у нас начинает тушиться. Почему, например, в разных регионах борщ получается разный? Значит, кто, где, как привык. Насколько мне известно, это написано в разных книгах по истории русской кухни, на югах чаще выращивали, вернее, использовали для приготовления борща свеклу, которая, вот знаете, такими она называется еще мишень, мы ее повара называем, белыми прослойками. И цвет от нее получается не очень яркий. Но еще на югах любят добавлять болгарский перец. И поэтому, например, в Москве, вот они даже некоторые так говорят, это ваш москальский борщ ярко-красный. А наш там южный, или ростовский, или краснодарский, он более оранжевый, а не красный, как вот здесь мы любим. Хотя, вот вы знаете, я в Сибири рос, и я прекрасно знаю, что у нас в Сибири тоже мама и там его бабушка, они всегда говорили, борщ должен быть максимально красный. Я поставлю чаек, вернее, чайник, нам нужен будет еще кипяток. Кто-то сейчас наверняка напишет коммент, типа, мол, рассказывал про то, что нужно варить бульон с открытой крышкой. Закрыто я, чтобы камера не потела. Понимаете, пар будет идти. Поэтому я закрыл крышкой, но оставил поварешку, чтобы был отход пара, да, чтобы он там не концентрировался и не замыливал нам бульон. Что я делаю дальше? Теперь мне нужна помощь для свеклы. Помощь для свеклы, как я уже сказал, в летний период это у нас свежие томаты. Желательно брать красные. А в зимний период это томатная паста. Но, вы знаете, многие люди готовят с томатной пастой, потому что, опять же, вот вкус детства, да, кто кому как варил борщ, какие добавки были в борще, те, так сказать, и повара в том числе начинают пропагандировать, мол, борщ правильный, как у моей бабушки должен быть вот такой. Но там ведь, вы знаете, варили его и с белыми грибами, и с черносливом, и с чем только не варят борщ. И даже с говяжьим салом варят. Делают зажарку на говяжьем сале. Кстати, получается неплохо. Сразу в сковородочку отправляем. Поэтому учтите, что если томат кислый, уксуса кладите меньше. Видите, получается довольно яркая, ярко-красная такая заправка. Значит, нужно в какой-то момент времени попробовать. Хватает ли нам? Там и кислоты хватает, и сладости хватает, там всего хватает. Но обязательно в процессе пробуйте, потому что вы должны понимать, на каком этапе у вас какой вкус. Для бульона я взял голяшку, я уже об этом говорил, и разрезал ее на 4 части вдоль. Ну, голяшка имеет такую, так сказать, форму грушевидную, да? Я ее разрезал на 4 части вдоль, для того, чтобы она быстрее сварилась, для того, чтобы она отдала вот эту вот там оставшуюся остатки к сукровице миоглобин, который есть в бульон, чтобы я снял пенку и уже получил такой более-менее чистый бульон и мясо без кусков запекшейся крови. Значит, на 3 литра воды я взял 700 граммов мяса. Мясо, как правило, уваривается довольно сильно, поэтому там у меня, дай бог, 500 осталось. Нужно выловить всякие вот эти вот шелуху, вот видите, с помощью чего я добавлял вкус, скажем, бульон. Все, ну и обязательно выловить лаврушку, потому что она уже отработала свое. Дополнительный вкус лаврового листа у нас будет вот здесь уже более свежий. Почему я разрезал сразу вдоль на 4 части? Да потому что потом резать удобнее. Как только вы режете там, например, или оставляете цельный кусок мяса, потом его придется ждать, пока он остынет, потому что цельный кусок мяса нужно как-то разобрать. Разобрать его руками довольно тяжело. Почему? Да потому что горячо. А как только мы оставляем мясо остывать, что с ним происходит? Пар, видите, от мяса идет. Так вот это пар, это знаете, что такое? Это потеря влаги мяса, то есть мясо высыхает. Вот вы смотрите на пар, а оно сохнет и сохнет. Очень много поваров, мне жаль это говорить, но делают именно так. Отваривают бульон, потом достают горячее мясо, кладут его на противень и дают ему остывать, для того чтобы потом разобрать. И мы что получаем? Вот вы наверняка сталкивались с таким наблюдением. Приходите в кафе, вроде вам борщ дают, он вкусный, а мясо в нем как будто из другой оперы, знаете. Как будто взяли из какого-то другого, вообще совершенно иного пространства мясо достали. И оно безвкусное, сухое, жесткое. Оно жесткое не потому, что его плохо варили, а потому что оно высохло. Это вот так вот делают нерадивые повара. Поэтому я надеюсь, что и жирок обязательно надо оставлять. Это вкусно очень. Видите, как удобно резать. Горячее мясо, пока оно еще не остыло. Смотрите, как только я порезал мясо, ему надо дать еще чуть-чуть довариться. Знаете почему? Для того, чтобы вот когда я разрезал, вот этот сок пошел весь, и жир там и так далее, вот это должно все обогатить бульон. И вот в этот момент пора отправлять картошку. И так как у нас капуста молодая, варится она довольно быстро, тут есть два варианта. Либо вы добавляете вообще в самом конце, и вот этот вот яркий вкус капусты, как бы сверху его, да, обогащаете бульон. Но я всегда рекомендую добавить его к картошке и сварить вместе с картошкой. Если у вас картошка порезана мелким кубиком, то она примерно одинаковая сварится. А второй зубчик нужно добавить, когда у нас свекла уже готова. Нужно этот чеснок вмешать в горячую свеклу обязательно. Много не добавляйте, небольшое количество, все, супер. Бедная Дуся скулит там, блин, под столом. Дуся, ну понятно, варится же вкусный борщ. Значит, капуста и картошка сварились. Вот здесь вот вместе с большим количеством мяса. И вот пора сюда отправлять зажарку. Дуся, я тебе верю. Это получается вообще бомба. Настоящий борщ. Борщ густой, мощный. Не то, что сочинский. Жидкий и прозрачный. И самое главное, цвет. Так, пока у меня борщ закипает. Он стоит, кастрюля стоит на медленном огне. Мне не нужно сейчас яркого кипения. Мне нужно сейчас приготовить то, без чего никакой борщ не будет таким мощным и вкусным, как мой. Это обязательно мелко рубленые укроп и лук. Очень мелко нужно порезать зелень. Лука и укропа не жалейте. Кроме укропа для борща я не рекомендую никакую другую зелень. Забудьте про петрушку, кинзу, тархун. Что там еще добавляют? Красный базилик, зеленый. Ни в коем случае. Значит, зубчик чеснока. Только зубчик чеснока должен быть не очень большой. Смотрите, будет много живого чеснока. Может возникнуть изжога. Конечно, у людей, которые в своих блогах снимают, как они целую головку перемешивают с тремя ложкой майонеза и потом наносят на томаты такой чесночно-майонезный соус. Желудка, наверное, или поджелудочная вообще нет, потому что они не ощущают. Я, например, добавляю чеснок, и моя цель – это вкус, а не острота, которую дает огромное количество чеснока. Немного обязательно солью. Теперь ножом вот так вот я раздавливаю. Для тех, кто вдруг не видел или не знал, показываю, как превратить чеснок в пюре без чеснодавки, которую потом нужно мыть и выковыривать из нее этот чеснок. Получается вот такая вот паста. Чесночная ароматная паста. Я ее отправляю сюда к зелени, пока что сверху. А теперь самый главный ингредиент, без которого, ну, это можно сказать, туз в рукаве. Это небольшой кусочек копченого сала, которое мне привез брат. Григорий, спасибо тебе огромное. Дай бог тебе здоровья. Очень вкусное, настоящее деревенское копченое сало. Если шкурка чуть жестковатая, ну, можно ее срезать. Если она мягкая, то, в принципе, там, если она будет попадаться какими-то кусочками, то и ничего страшного. Теперь нужно сальце мелко-мелко нарезать вдоль, а теперь нужно нарезать поперек, чтобы получилось что-то типа кубиков. Я боюсь сейчас ошибиться, на чем коптили, но зная, что это город Ачинск, там очень много плодово-ягодных, и, скорее всего, этого могла быть и яблоня, и груша. Ольхи там точно нету. Ну, то есть, может, она и есть, но такого распространения ольховая щепа, как вот здесь, в западной части, она там не получила. Теперь, внимание, вот у меня получилось такое количество сала копченого. Запах просто шикарный. Чеснок, да, лук и укроп. Вот теперь мы это все вместе смешиваем и начинаем превращать в единую зелено-копчено-сально-чесночную массу. Зелень при очень мелком перерубании выделяет много сока. Сок смешивается с ароматами сала, дымка, чеснока, и превращается в то, о чем в Сочи даже и не знают. Как мы делаем сибирский борщ. Смотрите, как он получился. Соль, перец, все идеально. Топленое масло дает свой такой вкус. Молочно-карамельный. Он подчеркивает сладость овощей. Я ведь не добавлял сахара. Кто-то добавляет сахар? Сначала выкладываем гущу. Оп. Аккуратно. В центр. Это же просто какое-то безумие. Честно признаюсь, я читал ваши комменты, мол, чувак, свари борщ. Летом я был в разъездах весь, снимать было неудобно. Я думал, как же я хочу борща. Когда же придет тот момент, когда мы будем снимать борщ? Вот он настал. Когда красное ароматное варево попадает к вам в тарелку, и вы кайфуете от того, что вы русский человек, и вы можете так вкусно приготовить борщ. Ну, а если не можете, я вам рассказываю. Учитесь. Секретный ингредиент, секретно-ингредиентного вкуса. Заправочка у нас. Вот это вот самое. Вот оно, копченое сало с зеленью. Копченое сало с зеленью. Что может быть еще вкуснее? Когда будете перемешивать, вот этот свежайший чеснок будет слегка обвариваться. Он же здесь яркий вкус имеет. Да, и он будет распространяться. Это будет такое вообще чудодейственное. Вот смотрите, я сюда сметану не добавляю. То есть, если есть уже копченое сало, оно довольно жирное, и, ну, тут можно сметану не добавлять. Вообще, конечно же, к борщу нужно подавать сметану с самой большой ложкой. И класть ее туда, не стесняясь. Кто любит с мазиком, а я знаю таких миллионы, добавляйте мазика и обязательно укроп. Обязательно укроп, зеленый лук, это самое, что ни на есть для нашего вкуснейшего борща. Дорогие друзья, я очень рад, что вы с нами. Я очень рад тем комментам, которые вы пишете. И приятного аппетита. Что, борщ получился просто великолепный. А, что, не забыл? Надо же пробовать, да? Вы же, я помню. Нужно пробовать, говорят. Все ставят пробовать. Пробуй, говорят, пробуй. Это потрясающе. Я сначала попробовал борщ без сала, зелени и чеснока. Он, конечно, классный. Но вот, да, утопленое масло прям дает яркий такой, какой-то деревенский вкус ему придает. Хотя, наверное, идеологический деревенский вкус, наверное, должен быть очень простым. Потому что в деревне никто же не заморачивается, как я. Давайте этого добавим. Давайте того добавим. Всего добавим. Там просто, что было, в кастрюлю скидали, в печь поставили, все сварилось. Поэтому, может быть, я вас обманываю. Это не совсем деревенский вкус, а наоборот городской. Но салом, чесноком и зеленью, это новый, это новый этап вообще в борще варенье. Вот. И я вас уверяю, что если кто-то из вас сделает вот так, как я показал, именно так, не отступая никуда, вы просто удивитесь, насколько все остальные борщи, как будет правильное слово подобрать. Ну, так себе, чтобы никого уж не ругать. Вот это реальный борщ. Вот это реальный борщ.